включение станка питание на частотник частотник готов к работе запускаем при помощи выключателя включаем значит станок в таком положении сейчас находится вот так включаю идет вращение вращение движение таким образом происходит скрип это в результате небольшая есть не соосность именно в подшипниках подшипники здесь самоцентрирующиеся китайские вот и нет второй опоры весь вес станка находится на одном валу на выходном валу редуктора вот такая вот конструкция дальнейшем если брать редуктор попроще но тоже червячный можно установить вторую опору даже не можно желательно наверно да потому что такого редуктора мощного там не повезло что у меня просто был его немного пришлось переделать на своем личном опыте могу сказать вам не обязательно он должен таким быть мощным достаточно другого более слабого редуктора но тогда придется готовить вторую опору с этой стороны тоже на подшипников и будет 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 не хуже а возможно даже лучше появится дополнительная жесткость у танка больше его можно будет нагружать ну и в таком состоянии как бы нет проблем значит сейчас количество оборотов на частотники вот следующее мы можем это дело все убавлять до убавляем что происходит это все вот так вот можем еще убавить так что для полистовано частотник обязателен потому что при изготовлении полистовано там вот подобные обороты нужны а при изготовлении гипсовых отливок вот такие это для гипса или для полистовано чтобы он он более густой у него жидко текучит ниже и ему необходимо успевать обкатывать форму для этого обороты должны быть совсем небольшие покажу по зубчатой передачи зубчатая коническая косозубая вот использовалась от болгарки вот он превосходно работает уже на протяжении трех лет сам вал звездочка вырезан на плазморезе посажена на сварку и внутренняя часть это получается от минска корзина корзина сцепления минска везде использовался именно вот это вот маленькая звездочку который стачивали зубья и потом на нее уже как на посадочное место сажал все остальное значит в этом месте выполнена такая передача и посадка до при помощи этой кони кудись конус конус сделан и сделана шпонка одна одна четвертая шпонки на четверть или как правильно сказать значит здесь так же узел сделан при помощи то ли самой звездочки у которой минска сточили есть тоже выполнен конус на валу валу выполнен конус на чертеже все есть я уж не помню все 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 здесь просто подшипниковый узел с двух сторон подшипники здесь вот такая шайба на болтах тоже в чате же есть я маленько чертеж там переделал под более но учел уже ошибки не использовал эти вот китайские подшипники потому что они являются самоцентрующимися в результате получается скрип и когда маленько ось гуляет а там уже обычная обойма от подшипников сюда прикручивается при помощи болтов и туда просто запрессовываются нормальные подшипники шариков шариковые подшипники этот узел выполнен точно таким же образом ось ось переваривается к шайбе шайба сама прикручивается вот этот узел выполнен таким образом ну думаю по станку нет ничего хитрого все вроде показал все рассказал действие показал как просили сама ременная передача ременная передача на станке обязательно должна быть случае чипы ременная передача должна или порваться или проскользнуть это для безопасности то есть на прямая передача на редуктор когда такой большой механизм вращается не должна существовать как таковая потому что не дай бог кого-то зацепит или еще что то все ременка должна в этом случае проскользнуть или порваться желательно конечно все что было закрыто все вращающиеся движущиеся части станка должны быть закрыты вроде все что хотел сказать сказал на этом вроде все 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 на этом вроде все